Сегодня мы с вами займемся развитием мышечной силы внутренней части бедра. Чтобы наши мышцы были не только облененные, растянутые, но и были сильными. Из исходного положения ноги вверх начинаем открывать одну ногу в сторону на максимальную высоту. Следите, чтобы вторая нога, которая у нас остается вверх, не гуляла, ягодица оставалась на полу. Открывайте ровно настолько, насколько позволяет вам ваш таз. То же самое повторите другой ногой. Смотрите, чтобы колено было не точно на вас, а немножко развернуто к полу. Такое выворотное положение ног. Чувствуете, как работает внутренняя часть бедра. Каждой ногой работаем по 8-10 раз. Сейчас мы с вами открываем ноги в стороны и сразу же собираем их обратно. 8-10 раз. Держим темп, собираем ноги мышцами внутренней частью бедра. Если вы делаете это первый раз, вам, скорее всего, что будет сложновато. Откройте ноги, расслабьте их, чтобы они оставались ровно на прямой линии. Полежите так. Соберите ноги. Теперь мы с вами открываем, секунду держим и обратно закрываем. То есть не как в прошлый раз, сразу. Открыли, секунда, закрыли. Открыли, секунда, закрыли. Также 8-10 раз. Для чего нам пригодится наша мышечная сила? То есть сидя на шпагате, мы с вами можем, за счет того, что у нас мышцы внутренней части бедра сильные, мы можем наклониться вперед без рук и подняться обратно. Это как мы с вами сили на шпагат, не просто провалились, мышцы у нас удлинились, а именно за счет мышечной силы мы себя можем удержать в нужном нам положении, например, шпагате на весу. Вот наклон и поднимаемся за счет того, что мышцы сильные внутренней части бедра. Получается подняться обратно, напрягая их. Субтитры подогнал «Симон»